Привет, меня зовут Валя, и сегодня мы с детишками идем покупать школьные принадлежности. Вот Алекс чуть не упал. Первым делом мы купили вот такой вот кошелек для Алекса. Он сейчас 50% скидка, ему очень Звездные войны нравятся. Был такой кошелек 8 долларов, теперь он стоит 4. А вот этот для очков, он очки будет у нас носить в этом году. Вот такой вот футлярчик. И последний футлярчик тоже для очков, тоже Star Wars. И тоже на распродаже все было по 50% скидка. Значит, вот кошелек будет 4 доллара, вот это вот будет тоже 4 доллара, а вот это будет 6 долларов стоить. И он очень доволен по этому поводу. Нашли это все, 30 или больше процентов скидка. Лето закончилось, так что все летние шляпки и почему-то даже и кошелечки, и сумочки вот такие, все 30-50% скидка. И тут же мы нашли вот очочки для Алекса, футляр для очочков и кошелечек. Ну а теперь уже пойдем покупать школьные принадлежности. Не понимаю, потому что вот Катюша смотрит вот на такие вот совершенно скучные рюкзаки. Они стоят 17 долларов, что по карману, конечно, это хорошо, это недорого за нормальный рюкзак. Ну какая скучнота! Вот такой, похоже, на прошлый раз смотрела. Мне, честно говоря, нравятся вот такие, но похоже, это же не для Катюши. О, Алекс нашел ланчбокс! Look at that, Алекс, that's cool! Это для еды. Hey, can you open it for me? Мы носим обед в школу. И Алексу очень нравятся Звездные войны, поэтому он нашел вот такой вот себе ланчбокс. Бокс, это коробочка. Коробочка для ланча. I think it's good. How much is it, Алекс? Я спросила, сколько стоит, он не знает, пошел смотреть. Ну так вот, мне нравится, вот, например, вот рюкзак, смотрите, Звездные войны какой. Что такое интересное, выпуклый, 3D. Тут вот Spider-Man или Batman. Кстати, тоже все до 20 долларов цены. Yes, baby! Трудные выборы. Здесь есть Звездные войны, а есть Batman. И он не знает, какой хочет взять. Я поняла, почему он решал так долго. Потому что, да, он любит Звездные войны, но тут у него есть еще тормоз, который можно было купить. Это мой тормоз. Batman. Это мой тормоз. Это мой тормоз. В общем, теперь у него получается ланчбокс и тормоз. Вот такие чашечки. Это для чего-нибудь тепленького. Чика-чика-чика-чика-чика-чика. Смотри, этот. Маленькая-маленькая ложечка. Стоит такое удовольствие 13 долларов. Я так точно буду потерпеть это. Значит, складывается ложечка, вообще совсем маленькая ложечка. И его можно туда положить, эту ложечку. Если брать что-нибудь горячее в школу, то вот, пожалуйста, такой есть тормоз. Добавляю его, и я его развернула. Катюша выбрала такой вот рюкзак. Ну, скучный, но ей понравился он почему-то. Why do you like this one? It's plain. Говорит, потому что скучный. So, it's because it's plain, that's why you like it? Yeah, and it has some colors that look really nice together. Ей черный нравится, так что цвета ей понравились. Она говорит, вот такой вот очень простенький. It has a little plus sign on it. I think that's a medical sign. I don't know. It's a plus sign. Okay. How much is it? Okay. Сказала, что вот тут она купила, взяла этот рюкзак. Последний у нее был. 40 долларов это будет. Ну, ладно. По крайней мере, рюкзак нашли. В прошлом году мы выбирали рюкзак 2 дня. Так что, если мы за 40 долларов купим нормальный рюкзак и остановимся на этом, то уже, по-моему, неплохо. Кстати, вот Puma есть за 35. Тут рюкзаки от 10 долларов и до 40. Рюкзака, смотря что. Я не знаю, почему показа вообще ничего и нет вообще. Вот здесь вот написано, что есть место для лаптопа внутри этого рюкзака. Рюкзаки такие какие-то очень скучные, если уж честно. Как-то, вот если бы я искала себе рюкзак, я бы выбрала что-нибудь радостное, цветное. У нас ножницы, нам сказали, нужны. Вот такие ножницы стоят 3,50 сейчас разных цветов. Они для детей сделаны без того, чтобы были острые конечки здесь. Вот здесь вот ножницы, но без острых конечков. Душа выбирает тетрадки. Кстати, тетрадки здесь почти всегда в линеечку. А тетрадку в клеточку найти трудно. Тетрадки тут от доллара и до 10, смотря какие. Но, в принципе, большинство тетрадок стоит доллар, полтора доллара. Вот так. Выбираем. Нам нужно 3 коробочки. Хорошо, что они стоят дешево. По 50 центов такая коробочка. Но это очень просто. Теперь у нас клей. Тут надо аж 12 палочек клея. Этот клей стоит 4 доллара за пачку. В пачке 8 штук, а нам нужно 12. О, кстати, вот смотри. Эй, look, this is 12 right here. Внизу как раз за 2 доллара можно 8 купить. А тут можно 12 купить. И можно, значит, получается 1 пачка только. Удобно. Стирательные резинки. Нам нужно 6. Good job, buddy. Тоже цена неплохая. 50 центов за 2 стирательные резинки. Теперь мы выбираем вот такие вот папки. Они должны быть... Сказали нам сделать, чтобы пластиковые были. Не бумажные. Вот здесь бумажные есть. Кстати, подешевле немножко. Но нам нужно пластиковые. Они лучше сохраняются за целый год, да? Каждая такой папка стоит такая... Доллар 99. Алексу их нужно 4. Он выбрал вроде. Пойду проверю. Hey, Alex, let me look and make sure that they're all plastic and not paper. Yeah, you did good, buddy. They all good. Okay, you put them in the card, okay? And Katia is putting stuff on the side. There you go. Good job. Okay, вот здесь вот у нас всякие маркеры и фломастеры. Нам нужны... 10 count, 10... And they need to be washable. How do we tell if they're washable or not? Well, I can tell you. Look, there's a word right there that says washable. Washable. But they need to be kind of thicker. I think these would work better. Because they need to be thicker ones and you need to get two packages of them. Так. Такие фломастеры стоят почти 3 доллара. Нам нужны две пачки. И они такие фломастеры, которые можно смывать. Карандашики вот такие за 4 доллара 24 штуки. Простые карандашики. Уже поточные детишки почти никогда не пишут ручками в американских школах. Они всегда пишут карандашиками. Поэтому карандашей мы изводим очень много. Получается, мы купили 48 штук. И я вам могу сказать, что к концу года у нас не останется ни одного. Здесь вот за 27 центов можно линейку купить. Можно за 49 центов. А первым делом, как Алекс подошел, схватил вот эту линейку. За 1,40 доллар получается. Я говорю, а какая разница-то? В принципе, никакой, да? Так что мы берем вот такие вот линейки попроще. О, хорошо. И Алекс нашел коробочку в финал. Тут много пеналов, но они какие-то все неинтересные. И нам сказали обязательно пластмассовые. Тут много разных пеналов, но они не пластмассовые. Они все какие-то... То есть ткани какой-то непонятной. То есть пластика, но не пластмассовые. Я не знаю, какие принадлежности нужны будут мне лично, так как я в этом году иду учиться в университете, а также надеюсь получить позицию как учитель. Если все случится так, как я надеюсь, то мне нужно тоже будет много разных школьных принадлежностей. Но пока я не уверена, что и почем. Поэтому я терплю, очень терплю и пытаюсь ничего не купить для себя. Я решила себе тоже купить несколько папок, потому что они мне точно будут нужны. Вот такие папки вообще замечательные. Они, конечно, скучные, просто такие серенькие. Но для меня, для взрослого человека, за 15 центов можно взять. Я их возьму штук шесть разных. Они вот здесь есть скучненькие. Серые, черные, синие какие-то еще есть тоже. Все за 15 центов. Замечательно. Вчера был день, когда налоги не брали. Поэтому вчера все-все-все раскупили. Было очень много народу. Мы решили не приходить, потому что всего лишь сохраняешь 8%, 8,5%. Но приходится толкаться со многими людьми. Поэтому сегодня мы решили прийти, когда людей нету. А вещи все равно все будут. Они все это заново положат на полки. И не толкаемся с людьми. О, кстати, неплохие резачки по пятнашке. Нам сказали принести мешочки. Сейчас мы еще мешочки купим. Вот за такую цену коробочку мешочков. О, вот подешевле есть. Вот такую мы коробочку купим. За пятерку. Эй, Катя, ты тоже нужна блогбэк? На это все 4 часа, чтобы найти рюкзаки, сумочки для обеда, школьные принадлежности, все. Но прошло буквально полтора часа, наверное, да? И мы уже почти закончили. Я очень довольна. Сейчас уйдем домой по раньце. Начинаем расплачиваться. Вот это все Катюшкина. Кстати, угадайте, сколько же это будет стоить? А Аликс ждет своего шанса выложить все. У него больше всего. И плюс мы ему еще игрушку покупаем. Он покупает ее за свои денежки. Звездные войны. Игрушка такая вот. Теперь вот это школьные принадлежности Аликса. Я просто стою, потому что мне понравились воздушные змеи. О, какие. Такие понравились наборы карточек на разные темы, на разные уроки. Вот здесь вот можно поучиться, как читать время. Тут посчитать. Тут выучить президентов США. Здесь зверей выучить. Или разные формы. Ну и так далее. Разные мелкие уроки тут есть. Я, пожалуй, парочку таких возьму. Простая математика для Аликса. Президенты и динозавры. О, а тут, кстати, вот такая собачка интересная. Закупили мы все. Вот это Катькина корзинка. Вот это корзинка Аликса. Вот это он сам купил. А остальное мы купили ему у школьной принадлежности. Мы также купили вот такие вот ботинки Аликсу за 30 долларов. Тут это мои вещицы. Я купила себе календарик. Папки. Еще мы купили им носки и трусы тоже. Ну, в общем, вот. Одна корзинка и другая корзинка. Шопинг на сегодня закончен. У нас вот такой вот очень скромненький обед. Кстати, бананы и апельсины здесь дают бесплатно. Ну, вот у нас пицца, банан и питье. Вот таких две пиццы. Эй, гу, гетчу банана, бэйби. Я не гетчу банана. Гетчу банана. Катька отказывается? Я говорю, нет, иди ешь банан. В общем, бананы бесплатно, а пицца и питье вот такое нам обошлось за 12 долларов. Аликс, это хорошо? Да. Принесли мы это все в дом. У нас получились две вот такие огроменные корзины всяких школьных принадлежностей. Мы купили все по списку. Ничего лишнего не купили, но все равно денег потратили огромное количество. Сейчас будем разбираться, маркировать все, складывать это все уже в стопочку для того, чтобы отнести в школу. Но к школе мы почти готовы. Если вам это видео понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. И до следующего раза. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok